Идеальная мама должна любить своих детей и мужа, и должна иногда, если дети делают что-то плохо, она должна их ругать, потому что если мама, когда дети ругаются и делают что-то плохо, то если мама их не будет ругать, тогда они так и останутся навсегда. Павел, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, ну, чего наши мамы не хватает, а как вы думаете, как вы видите маму, которая самая-самая лучшая? А что? Ей не хватает, ну, ей не хватает, что она не ходит на работу, она не зарабатывает денег, она не любит растения. А что? А что? А что? А что? Что? Она и я, но я, чтобы она слышала, все это было хорошо. И что? И что? И что? Что? Она и кричала. И что? 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 Как ты думаешь, Викей, идеальный тату? У меня идеального тату, все это было хорошо. Можно? Еще раз, еще раз. У нас слушались. А что думаешь, Викей, идеальный тату? У меня идеального тату, все тату классные. У вас на такие группы наших экспертов. Они дещо отличаются от наших, возможно, таких загальненных, освещенных таких, розумений про те, який має бути идеальная роль дружины, идеальная роль батька, семья. И так? И тут мы хотели вернуться до родинных заповедей, которые вам запропонованы для ваших программах. Само ця позиция, что женщины и мужчины действительно отличаются от реабилитованных воспринимателям света. И счастливая семья, я бы так, это союз двух разных святых. Белосила в единстве, а не протистоянных. Конечно, вопрос в том, что мы, на самом деле, очень по-разному идем на стороне одного. И это истинная, которая познается лишь с годами пизнанья объема. Потому что очень часто мы понимаем, что мы думаем однаконо, что до того, каким будет я, каким будет моя дружина, а она думает так же, что я думаю однаконо, что не не я. И, соответственно, если вы не находите этот момент спілкувания, это познание двух разных святых, то не будет ядрость, а будет противостояние. И последнее вопрос, которое мы уже торкали в нашем разговоре, это, скорее всего, что мужчина и женщина разные, и святые разные. Конечно. Да. Но я хочу наголосить, что... Станусы начали говорить, что все почти одинаково, и... Что вот тут... Да, конечно, конечно. Мы говорили, что есть много спільного. Про риск характера. Да, про риск характера. Но я хочу наголосить, что у нас сегодня творче майстерин. Потому что мы сегодня, наша позиция, это не вязать, певно, точку зону, а почути одно око. И это нам важнейшее. Конфликт. Чому они возникают? Понятно. Потому что мы не чувствуем обеологов. Мы очень часто, особенно сейчас, смотрим в разные стороны. Когда, мне кажется, пантуан де Сент-Экзитрин дав чудово визначенную любовь. Это когда двое людей смотрятся в одном направлении. Но в данном случае мы понимаем, что основное питание нашего бачения в конфликтах, это когда люди, когда подружья не готовы к общению с собой. Когда они отцелывают проблему, а не пытаются ее выреживать особисто. Сам на сам. Або когда с детьми, скажем так, витесняется питание на то, что оно самое как-то будет. С проблемами в школе, с проблемами между собой. Наши бачили, что, звичайно, будь-яка семья переживает этапи злепых подений. И лишь через спілкувание, открыто, прямое, регулярное, может быть достигнута какая-то ситуация. Звичайно, спілкувание может быть лишь на одной основе. Если бы мы уже поговорили в минулом разе, что у подружья есть спильное бачение этого света. Потому что в любом случае спілкувание может быть не так же в облике. И вот тут, как раз, можно допомогать только то, что есть спильное, что объединяет их надзвичайно. А какое ваше бачение выхода из конфликтных ситуаций в семье? Воно есть разное, я уже вижу по ваших реакциях. Кожен мае свои, далі-невдалі, какие-то рецепты проверения на себе. Цекаво было бы их почути. Питание, каким чином варто решить конфликты в семье? Давайте снова-таки пять минут. И так же, начнемо уже с остальных ледей, чтобы фактически почути вас вперше. Вы не заперещуете? Нет. То, что мы говорили, не повторю. Лише то, что новое. Пять хвалы? Боже. Спасибо.